В национальном аэропорту Минск после 30-ти часового перелета белорусскую делегацию участников третьих летних юношеских олимпийских игр встречали хлебом с солью. Оно и понятно, команда выступила хорошо. Девять медалей – это запланированный результат. Динамика все-таки вполне стабильна, потому что мы повторили результат количества медалей вторых юношеских олимпийских игр. Да, они добрали немножко в качестве, но в принципе у нас очень много четвертых мест. Ну, для ребят, наверное, все-таки, понимаете, это когда мы рассматриваем уже взрослые олимпийские игры, там состоявшиеся спортсмены. А здесь для них это все впервой и, соответственно, ребята все новые. Как они собрались, так и получилось. Из 37 белорусских спортсменов шестеро представляли Брещену в двух видах – легкоатлетики и плавания. К сожалению, добраться до пьедестала нашим легкоатлетам не удалось, но олимпийцы показали хорошие результаты. Некоторые из них улучшили личные показатели. Задача у нас была пробежать ближе к своему личному результату, который я показала на Европе, и также техника. Я думаю, что тренер мной очень доволен, так как мы созванивались с ним, он сказал, что есть нюансы, но уже хорошо. Он сказал, будем работать дальше, конечно, отбираться на другие старты. Особые медальные надежды возлагались на брестскую русалочку Анастасию Шкурдай. И 16-летняя спортсменка вместе с тренером Ольгой Ясинович не подвели своих болельщиков. Спортсменка завоевала две награды в своем коронном виде – бутерфляя. Серебро на 50 метрах и бронзу в 100-метровом спринте. Для начала сезона результат неплохой. Наверное, из большего получилось что-то. Но, наверное, не бывает такого, что все идеально проходит. Ну, вот получилось занять две медали и тому рада, потому что, когда ехала на соревнования, думала, что неплохо будет попасть в финал. Так что неплохо. Настоящим героем юношеской олимпиады стал Артем Колосов. Могилевский дзюдоист дважды поднимался на высшую ступень педестала почета. Были трудности психически настроиться на эти соревнования, потому что это же необычная там область. И у меня были проблемы с этим. Ну, я переборолся и смог настроиться. В дальнейшем, конечно, я буду дальше тренироваться. Там не зависит не от меня, то, что куда я дальше буду. А тренироваться какие соревнования будут. Но буду готовиться к взрослым олимпийским играм. Это же моя мечта все-таки.